В 2020 для Краснодарского края уже назвали годом масштабного строительства. Большую часть денег при этом направят на социальные объекты, на то, чтобы начать возводить 20 новых школ и 6 детских садов. Только в текущем году из регионального бюджета выделяет 4 миллиарда рублей. О том, насколько готовы на Кубани к созданию современной инфраструктуры, говорили сегодня на планерном совещании у губернатора. Главная задача – не сорвать сроки. Тем более, что список приоритетных объектов был известен еще в прошлом году. Тогда же распределили деньги между муниципалитетами, что позволит в районах раньше открыть торги, а значит оперативнее приступить к строительству. Однако даже в таких условиях нашлись те, кто просто не успел подготовить необходимую документацию. Как итог, положительное заключение экспертизы получили только 10 объектов из 26. Из-за нерадивости глав, либо их заместителей, страдать жители не могут. Конечно, мы сейчас можем сказать, что только глава, какая-то команда такого или иного муниципального образования не в состоянии даже проект вовремя подготовить, экспертизу пройти. Ну что теперь? Жители должны быть виноваты за нерадивость глав, за нерадивость команд. Нет, жители виноватыми здесь быть не могут. Сперва тогда команды должны быть переформатированы, но жители 100% здесь не могут быть заложниками вот этой нерадивости. Жителям нужно результат. Если районные власти не могут дать, значит дадут краевые. Но уже команды там будут другие в этих муниципальных образованиях. Но социальные объекты они точно получат. Жители тех или иных районов, станиц, городов, поселков. Там, где мы пообещали, получат. Разобраться в причинах сложившейся ситуации Вениамин Кондратьев поручил главе контрольного управления. Фамилии провинившихся руководителей и их заместителей Максим Туровец сразу же заносит в отдельный список. Тех, кто хотя бы раз сорвал строительство социальных объектов, как минимум ждет выговор. Серьезной проблемой для муниципальных чиновников уже могут стать центры единоборств. Возведение в 14 подобных комплексах планируют начать в этом году. К февралю от районов ждали документы для перечисления субсидий. Однако поторопиться решили далеко не все. Центры единоборств самбо нужны мальчишкам, да и девчонкам в каждом, в любом муниципальном образовании. Центры единоборств. Вы что? Ребят, да какой регион может похвастаться, что он может предусмотреть финансирование на 14 центров единоборств? А у нас финансирование есть? Документов нет. Это абсурдная ситуация, абсурдная, но которая, к сожалению, имеет место быть. Тревожит то, что лица, которые допустили ситуацию, продолжают работать. Они спят и думают, что они даже продолжат так же спать. Нет. Если вот этими выговорами они не пробудятся, тогда другие будут заниматься этими направлениями. В март месяц я с этой командой не перейду. Не перейду. Услышали меня? Еще раз подчеркиваю. Люди ждут и надеются на муниципальную власть, на краевую власть. Они видят экономику, наши доклады. Но они хотят это видеть реально вокруг себя. Параллельно со строительством новых объектов масштабную реконструкцию устроят и для старых соцучреждений. В списке на ремонт 42 больницы, 5 поликлиник, 59 заведений культуры, от сельских клубов до местных театров. Утверждены дорожные карты и по образовательным учреждениям. 600 миллионов рублей направят на обновление 124 школ и 78 детских садов. Особо просим учесть глав, и тоже в этой дорожной карте мы это учитываем, наш график приемки образовательных организаций. Везде звучит, что, по сути говоря, мы должны быть готовы к 1 сентября, но на самом деле мы должны быть готовы к 20 августа, потому что именно тогда завершаться приемка образовательных организаций. Во время докладов краевых министров Вениамин Кондратьев обращает внимание, что все улучшения должны быть не только в статистике и на бумаге. Оценку чиновникам в конечном счете ставят жители за конкретные результаты их работы. Хорошие показатели в последнее время по отчетам главы регионального Минжи-КХ наблюдается в программе капитального ремонта. Однако вместе с числом обновленных домов увеличилось количество обращений по качеству работ. В прошлом году мы вышли уже на темп, по моим данным, отремонтировано 1244 многоквартирных домов. Коллеги, это за год отремонтировано 1244 многоквартирных домов. Динамика, безусловно, налицо, положительная динамика. И вот я сказал 1244, а за 4 года мы отремонтировали 1342. За 4 года, а это за год 1244. Но теперь количество должно равняться качеству. Качество, это очень важно. Но количество жалоб на качество, оно подросло. Но исходя из того, что больше отремонтировали, подросло. Либо на самом деле, как бы вот за этим количеством, где-то качество у нас просело. Вот здесь я хотел бы разобраться. Но и количество мы должны достигать не путем вычеркивания из программы тех или иных домов, которые нуждаются в капремонте. Ни в коем случае. Не за счет вычеркивания, а за счет, на самом деле, настоящего ремонта тех домов многоквартирных, которые находятся в программе капитального ремонта. И деньги, еще раз подчеркиваю, на это есть. Контролировать все работы губернатор поручил министру жилищно-коммунального хозяйства региона. В графике на выполнение капитального ремонта в текущем году стоят 869 многоквартирных домов. До 1 декабря стоит задача план 20-го года завершить. А к 1 ноября уже будет сформирован план 21-го года. И в 20-м году мы уже проведем торги на 21-й год и приступим к реализации. В числе выступающих на совещании сегодня главы районов. Теперь они могут выносить на обсуждение один из вопросов. Так, глава Креновского района попросил увеличить объем финансирования программы по развитию аквакультуры. Отрасль сегодня набирает обороты. К Вениамину Кондратьеву обратился и мэр Геленджика. К нему поступает обращение жителей, которые проживают в садовых товариществах. Проблема в чем? Дороги, подвижные пути к этим СНТ, они находятся в категории земель, земли, лесфонда. Задача какая? И тут нужна также и поддержка ваша, почему мы эти вопросы поднимаем. Мы хотим включить изменения в генеральный план, который у нас планировался на 21-й год. И эти земли, инициатива направлена на то, чтобы они вышли в земли населенных пунктов. Именно дороги, которые ведут к этим СНТ. Здесь надо подойти взвешенно. Еще раз подчеркну, если кто-то залез в лесной фонд, а теперь мы должны помочь им узаконить то, что залезли. В рамках правого поля, в рамках закона сделать жизнь их там комфортной. Вот здесь это не тот путь. Если человек считает, что он выше другого человека, но он ошибается, с моей точки зрения. Или выше других людей. Поэтому давайте таким образом здесь поступим. Я вам поручаю разобраться о легитимности создания этих садовых товариществ. О легитимности нахождения людей в лесном фонде. И мне важно понимать, что предприняла местная власть, в том числе того, чтобы навести порядок. В том числе с тем, что лесной фонд почему-то не является лесным фондом, а превратился в том числе в землепоселение. По факту. Такой обновленный формат планерки поможет оперативнее решить спорные вопросы на местах. Ведь за столом все те, от кого зависит конкретное решение в той или иной отрасли.